Всем привет! Сегодняшнее видео хочу снять о всяких баночках, косметике и так далее. Вот все у меня здесь в кулечке. О всяких продуктах, которые я или выбрасываю, или которые закончились. И расскажу так быстренько о каждом из них. Начнем, наверное, вот с этого лака для волос. Это Эльнет Лореаль. Как он там? Да, Эльнет Делюкс. У меня он был для сухих волос. И сильной фиксации. Супер лак. То есть я перепробовала свою жизнь. Наверное, все лаки, которые существуют, уже очень много. Потому что мои волосы без лака не получатся. То есть я обязательно каждый день свою прическу фиксирую лаком, чтобы волосы не разлетались. Особенно здесь от ветра. То есть вот это я могу действительно сказать супер. Волосы не склеивает. Волосы после него выглядят прям здоровые, блестящие. И ничего не бетонирует он эти волосы, не клеит. То есть действительно хорошая вещь. И у меня уже сейчас вот это закончилось. Я уже купила вторую баночку. Эту пшикалку, в общем. Так что супер. Другие даже не хочу пробовать. Следующее. Свис Опа Фрути. Это сухой шампунь. В общем, насмотрелось я видео на YouTube про сухие шампуни. Как девочки рассказывали, как это здорово. И быстро раз попшикал. И волосы чистые. Я думаю, ну надо же попробовать. Как же это? Я не знаю, что такое сухой шампунь. И вот я зашла как-то в магазин. Стояла, долго выбирала. Взяла от самый дешевый. В общем, что я вам хочу сказать. Это тихий ужас. Это такое было. Я вот это себе напшикала на волосы. И выглядела, во-первых, как бабушка полностью седая, посидевшая. Вот эта мука везде по волосам. В общем, это, конечно, был вид. Потом я все сделала, как там написано. Полотенцем этим волосы. Значит, то-се. Не знаю. После всего волосы какие-то вообще непонятные. Ну, в общем, может быть, это именно вот эта марка. Может, надо попробовать что-то подороже. Не знаю. Но после вот этого средства мне вообще перехотелось пробовать вот эти сухие шампуни. И решила я это дело оставить. Все-таки быстро помыть голову. Намного лучше. Так. Следующая вот такая вот банка. Суперский крем был для тела. Тело. Боди-крем. 24 часа. От Рикарды М. Вот здесь уреи. 10% уреи. В общем, это супер. Это был, конечно, крем. Он быстро впитывался. Он действительно кожу питает. И то есть это действительно вещь. Так что, если вы где-то вот такое вот увидите на ebay или еще где-то покупайте, даже не думайте, потому что это супер качество. И я им была очень довольна. Жалко, что он закончился. У меня, по-моему, где-то в закромах еще такая банка есть. У меня есть такой потайной, как я его называю, шкафчик маленький. И там у меня запасы косметики. Вот я помню, я покупала. По-моему, вот это шел такой сет, был как наборчик с двумя вот этими. Так что одна баночка у меня еще там есть. И я вот так всегда покупаю что-то, когда со скидкой, какие-то крема или вот эти сыворотки для лица. Вот у меня там такой небольшой запасик. Потому что, когда крем заканчивается, ну вот никогда ты его не можешь со скидкой купить. Потом получается, что покупаешь дороже. Поэтому я лучше покупаю, когда вот скидки и ставлю вот в этот мой ящичек. И там вот что-то закончится. Ну раз, достала и все есть. В общем, очень удобно. Так, следующий. Catrice BB крем. Ну это вообще All Round Foundation. Шесть в одном. Ну это вообще фигня полная. Мне абсолютно не понравился. У меня кожа смешанная. То есть Т-зона жирная, а остальное как бы суховато-нормальное. Не знаю. Это для жирной кожи никак не подходит. Даже на зиму это все жирнится. Выглядит как маска какая-то. Не-не-не. Надо его кому-то сплавить. Может, не знаю. Кому, маме, может, моей понадобится. Не знаю. Кому-то с сухой кожей может подойдет. Так, следующая. Вот такая вот пудра у меня была. Тоже Magic Color косметик от Ricard M. Вот такая вот. Выглядит уже как непонятно что. Вот такая вот она была. С зеркальцем, с тремя. В общем, не нравится она мне сейчас. Во-первых, вот эти три цвета странные. Во-вторых, не знаю. Во-вторых, она не такого мелкого помола. Я сейчас нашла намного лучше пудры. Которые намного мельче. Которые не видно на коже. В общем, это не. Это выбрасываем. И для контурирования оно тоже не подходит. Следующий такой вот старичок. Келвин Кляй. Боже мой. Это бедная эта штучка. Уже все тут отваливается. Разваливается. Ей уже столько лет. Вот. Она уже по кусочкам, по частям разваливается. Вот такие были румяна от Келвин Кляй. Тоже как-то, помню, зашла в магазин. И там была вот распродажа на Келвин Кляй косметику. Я вообще не знала, что есть такая косметика. Вот тогда первый раз увидела. И взяла недорого. Потому что мне понравился цвет. Действительно, цвет был очень хороший. И вообще, качество косметики было хорошее. Но здесь чуть-чуть осталось. Такой бледно-розовый. Но что-то мне как-то вот с таким вот, когда это все разваливается, не хочется мне этим пользоваться. Не знаю. Может быть, дома я еще как-нибудь этим допользуюсь. Но вообще-то мне вот такое вот не нравится. Так, следующее. Следующее, это Бео Минералс. Кстати, об этом тоже скоро будет видео. Ну, не только об этом, но об этом тоже. Флоулес, Дефинишн, как-то там. В общем, маскара. То есть, тушь для ресниц. Вы знаете, что я тушь для ресниц не люблю и не пользуюсь ими. И вот сейчас пытаюсь ими пользоваться. Но что-то как-то у меня не очень получается. Но вот это вот от Бео Минералс. Это действительно хорошая тушь. Она действительно была классная. То есть, от нее ресницы были мягкие, красивые. И цвет черный такой действительно насыщенный. То есть, вот это действительно была хорошая вещь. Закончилась. Так, следующее. Ой. Альверди. Косметик. Айлайна. Флейшинг ста. То есть, это... Ой. По-моему, это даже, да. Минеральная типа косметика. Без синтетических... Этих... Консервируемых штук. В общем, ладно. Без какой-то химии. А натур... То есть, натуральная косметика. Да. Но это... Ну, в общем, айлайна. Да. Подводка. Это абсолютно не работало. Сейчас я вам покажу. Во-первых, она рисует очень толсто. Во-вторых, очень жидко. В-третьих, оставляет какие-то... В общем, через вот эти черные линии почему-то просвечивается еще кожа. То есть, как-то оно какое-то полупрозрачное. И пахнет тоже не очень. В общем, какая-то фигня фигней. Я сидела, мучилась, мучилась. То есть, ну, что я мучаюсь нафиг ее выбрасывать. Нет времени мучиться, сидеть, когда надо быстро накраситься. Так, следующие два вот такие тоже у меня были от Рикарде М. Красивые цвета. Два лип-клосса. Цвета классные. Они еще были с таким холодительным каким-то эффектом. То есть, на губах оно все такое немножко холодненькое становилось. Единственное, что здесь так это все сделано, что чтобы что-то набрать этот лип-клосс, то надо сто раз вытаскивать, сто раз мазать. В общем, тоже мне это дело надоело. И я их решила, в общем, отправить на покой. Так, следующее, что это у нас? Это Estee Lauder. Кажется так, как-то помада. Покупала ее, заказывала на китайском сайте. Как-то было у меня один раз. Мне захотелось заказать на китайском сайте. Вот я заказала и была не особо довольна. Во-первых, помада... Во-первых, цвет вот этот вот такой вот тепловатый для меня. Не нравится. Во-вторых, сушит. А в-третьих, ужасно воняет. Не могу я ей пользоваться. Ну, никак. Тоже ее куда? В мусорку. Так, следующая помада от Lancaster. Ой, тоже ей уже лет, я даже не знаю, 10. Еще покупала тоже, когда была студенткой. 104 номер. Хорошая упаковочка такая. Цвет вот такой вот холодно-розово-сиреневый. Вот такой. Хотя не особо он холодный. Он немножко тепловатый. В общем, я тогда экспериментировала с волосами. У меня, помню, были полностью волосы от вот этих... От милирования практически уже блондинка я была. Ужасно это выглядело, конечно. Сейчас я только понимаю. И вот с этой помадой, в общем, ладно. Сейчас я не могу. Она тоже сушит по-страшному. Сушит губы, поэтому... Цвет такой не. Так, следующий у нас карандашик. От Triss Cosmetics. Mix Me To Stay. В общем, такой карандашик для внутреннего вот этого вот васа-линии. Для... Как же это? В общем, вы поняли. Вот здесь, прямо внизу, подводить глаз, чтобы он казался как бы больше открывался. От Catrice, да? Ничего он не открывает. Мучаешься, мучаешься. Сейчас я вам покажу. Но цвет, он слишком такой как бы... Цвет кожи, вот он. Но его абсолютно не видно. То есть, там, водишь, водишь. Он не красит, потом его не видно. В общем, какая-то эрудистика полная получается. Да. И вот недавно я тоже купила, показывала вам, кажется, в покупках. От Maybelline вот такой вот синенький карандашик. Вот такой вот. Это, конечно, тоже выброшенные деньги. Цвет вот вроде бы красивый. И рисует он мягко. Но я вот накрасила глаза, да? Сделала стрелочки наверху, внизу подвела. И буквально через час все это начало как-то расплываться. И, то есть, вместо того, чтобы это была линия какая-то аккуратная, что-то какое-то это, оно все такое поплыло. В общем, какой-то это был такой странный вид. Такое голубо-синее расплывчатое что-то. В общем, я подумала, не. Все-таки надо дальше пользоваться своей подводкой. И с карандашом неудобно. Не знаю, не могу я карандашом пользоваться. И когда это все расплывается, не. Так, следующий вот такой вот у меня был красивый очень. Закончился, засох. Непонятно, что с ним случилось. Ну, да, практически там ничего уже нет. От Pompheus. Это такой немецкий дизайнер. Выглядит очень пестро, как такая птичка пестрая. Интересная такая. Личность интересная. И хорошая вот эта косметика. Красивый был вот этот лип-клосс. Очень жидкий. И вот такой вот. Вот такой розовый. Вот он. Хороший. Хороший и красивый вот этот вот с короной. Приятно было пользоваться. Так, ну что. Уже подходим мы к концу. Да, вот это вообще, конечно, тоже лип-клосс от Riccardo M. Вот такой вот. Красивый, но цвет коричневый. Ну, никак он у меня. Ой, не пахнет так. Ну вот коричневый цвет. Вот таким типом, как я. Это просто такой ужасный вид. Какой-то болезненный. И такой... В общем, даже не хочу рассказывать. Никакими коричневыми помадами или глоссами я не пользуюсь. И так же вот с этими тенями от Mimimi. Тоже мне было интересно попробовать, что за фирма такая дешевая. Вроде бы расхваливали. Goddess Eyes. В общем, номер два. Вот такие вот здесь четыре цвета. Да, тоже такие бронзово-коричневатые. Может, они по качеству и хорошие. Я даже уже не помню, если честно. Но вот эти вот цвета. Вот эта вот коричнево-бродзовая. Опять же, на моей коже теплой, коричневатой. Это вообще. Так что... Вот теперь я понимаю, что вот такими коричневыми. Ну, никак. Ну, настолько это портит весь вид. То есть, не идут холодные цвета. Ну, никак не вот такие вот коричневые. Поэтому это мы тоже... Скорее всего, выбросим. И все. Вот это были вот... Те косметические средства, которые или закончились, или которые идут на выброс. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте пальчики вверх, если вам интересно вообще такого рода видео. Я без понятия. Я первый раз такое сняла. И не знаю. Может, кому-то будет интересно. Так что, оставляйте обязательно комментарии. И я с вами на этом прощаюсь. И всем отличного настроения. И до скорых встреч. Пока.